Иисус Надежда Днепра На нашу страничку и в ютубе и в фейсбуке Найдите Иисус Надежда Днепра Там раздел видео И в записи вы сможете просмотреть все передачи, которые возможно вы пропустили Нам осталось разобрать последнее слово молитвы Господней Словом Аминь завершают свои молитвы представители трех мировых религий Христиане, мусульмане и иудеи И само это слово означает истина или да будет так Слово Аминь много раз встречается в книге Откровения И одно из имен Иисуса Христа это Аминь В третьей главе книги Откровения Христос называет себя словом Аминь И вот мы читаем И ангелу Лаодикийской церкви напиши Так говорит Аминь Свидетель верный и истинный Начало создания Божия То есть само слово Аминь может означать имя Иисуса Христа Потому что Христос есть истина Слово Аминь обычно ставится в конце молитвы Как того, кто произносит эту молитву Так и того, кто слушает чью-то молитву И этим словом он может выразить свое согласие С тем, что он услышал И таким образом молитва, сказанная другим человеком в нашем присутствии Если мы с ней полностью согласны Мы говорим слово Аминь Это значит, что мы присоединяемся к этой молитве И она уже исходит в том числе как бы и от нас Также словом Аминь нередко заканчивается та или иная книга Библии И сама книга Откровения, и Евангелие, и послания апостолов Заканчиваются этим словом И сейчас, дорогие друзья, я хотел бы, чтобы мы с вами вкратце вспомнили Самую главную идею этой молитвы С чего мы начали Ученики попросили Иисуса научить их молиться Потому что они видели, что Он молится не так, как они привыкли Не так, как другие люди И что же в молитве Христа было самым необычным Это то, что для Него молитва была ничем иным, как разговором со своим любящим Отцом И в этом и заключается главная идея молитвы Отче наш Она так и называется – Отче наш Давайте вспомним, друзья, о том, что мы уже говорили в начале нашего цикла тем Что в молитве Отче наш самое важное – это понимание того, кем мы являемся для Бога и кем Бог является для нас Апостол Иоанн говорит Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими В этом и заключается Божья любовь Чтобы мы могли называться и быть Его детьми Павел в послании Галатам пишет «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваше Духа Сына Своего, вопиющего, Авва, Отче, поэтому ты уже не раб, но сын, а если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа» Это очень важно, друзья мои, помнить, что мы являемся уже Божьими детьми И этот факт состоялся на том основании, что Сын Божий стал Сыном Человеческим И в лице Иисуса Христа произошло объединение двух начал, двух родов, Божественного и Человеческого Господь усыновил нас через Христа И Его смерть за нас на кресте, она также связана с усыновлением, как мы только что об этом прочитали И то, что Бог посылает в сердца наши Духа Своего Сына, то есть Святого Духа Это также является неотъемлемой частью вот этого глобального процесса или плана спасения по усыновлению людей И благодаря Святому Духу мы и можем взывать к Богу, как к нашему Отцу, как мы только что прочитали Вопиющему Авва, Отче Также Павел пишет в другом месте, что сей самый Дух свидетельствует Духу нашему В послании к Римлянам Павел это пишет, что мы дети Божьи Поэтому это и есть самая главная идея молитвы Отче наш И если мы хотим научиться молиться, самое важное понять, что Бог это наш Отец И мы можем Ему все доверять, мы можем Ему все открывать, все свои переживания, потому что Он нас любит Мы ожидаем исполнения самого главного обетования Обетования о том, что должно наступить Его Царство И что Господь нас, как своих детей, желает забрать в это Царство для вечной жизни И вот апостол Павел в послании к Ефесянам еще и раскрывает вот эту последовательность Приобретение нами статуса детей Божьих Вот Он пишет в первой главе В нем и вы, то есть во Христе, услышав Слово Истины, благовествование вашего спасения И уверовав в Него, запечатлены обетованным Святым Духом Вот обратите внимание, от человека ожидается как бы два действия Первое, услышать Слово Истины Второе, уверовать А Бог уже со своей стороны реагирует на нашу веру Тем, что запечатлевает нас Духом Святым И вот Павел пишет, что Дух Святой является залогом нашего наследия Для искупления удела Его в похвалу славы Его То есть Дух Святой, который живет внутри нас и открывает нам значение Слов Христа Учит нас молиться Открывает нам Евангелие Преобразует наш характер Готовит нас к вечной жизни Вот Он и является как бы этим залогом нашего спасения Присутствие Духа Святого в нас является гарантией того Что все остальное Господь нам также даст То, что Он обещал И это есть основа получения всего остального Если Дух Божий живет в нас И мы руководствуемся Духом Святым Если мы покоряемся Духу Божьему То Он уже совершит в нас все необходимые преобразования И приготовит нас к вечной жизни Именно это поручил Иисус совершать своим ученикам Которые приняли Духа Святого И они должны были под водительством Духа Святого Идти по всему миру с проповедью Евангелия И вот Евангелие от Матфея так и заканчивается И приблизившийся Иисус сказал им Дана мне всякая власть на небе и на земле Итак, идите, научите все народы Крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа Уча их соблюдать все, что я повелел вам И сея с вами во все дни до скончания века Аминь Обратите внимание, что поручение Христа апостолам Которое Он оставил им перед тем, как вознестись Включает в себя следующее Первое, Он сказал, идите и научите все народы В оригинале говорится Сделайте все народы моими учениками То есть, как вы были моими учениками Вот 12 апостолов Так теперь вы должны сделать других людей моими учениками Через проповедь Евангелия Через раскрытие этих библейских истин Чтобы человек захотел присоединиться К числу учеников Христа Подобно тому, как сами апостолы приняли Святого Духа Так теперь и ученики апостолов Также во время обучения Когда апостолы проповедуют Евангелие Тогда Дух Святой сходит на человека И человек, принимая Духа Святого Принимает это усыновление И тогда уже Дух Божий начинает дальше вести этого человека Обучать его и готовить к вечности И когда мы слушаем Слово Истины Когда мы размышляем над Ним Принимаем Его верою Видимым выражением нашей веры Или нашего решения присоединиться ко Христу К Его ученикам К Его Церкви Является крещение Поэтому Иисус говорит Идите, научите все народы Крестя их Крещение – это полное погружение в воду Это знак завета с Богом Знак принадлежности к ученикам Христа Как раз это и делали ученики Когда ходили и проповедовали В Деяниях апостолов нам написано Что, например, в Иерусалиме Апостол Петр в день Пятидесятницы говорил проповедь Люди умилились Покаялись от этой проповеди И сказали, что ж теперь нам делать И Петр говорит Покайтесь и креститесь Во имя Иисуса Христа И получите дар Святого Духа И прощения грехов Что и сделали слушатели Петра В тот день крестилось более 5000 человек Вот, друзья мои Это очень важно понимать Что мы должны принимать крещение Как результат нашей веры Как отклик на ту проповедь Которую мы услышали Таким образом, если мы крещены были в детстве Не слыша Евангелия Не разумея истины Не пережив этих моментов покаяния То наше крещение является лишь формальностью Которая ничего не меняет в нашей жизни Не дает нам никакого преимущества Это очень важно Чтобы человек сам сознательно и добровольно Принял решение креститься Во имя Отца, Сына и Духа Святого И вот обратите внимание Мы только что говорили о том Что и Отец, и Сын, и Дух Святой Активно задействованы в нашем усыновлении И без какой-либо из трех личностей Божества Наше усыновление не может состояться Именно поэтому человек должен принимать крещение Во имя Отца, Сына и Святого Духа И тогда крещенный Духом Святым И крещенный в воде человек Становясь учеником Иисуса Христа Он фактически становится Детем Божьим Он принимает это усыновление И обретает силу для того, чтобы жить духовной жизнью Жить не плотской жизнью, как мы жили до этого Подчиняясь своим страстям, похотям, желаниям А человек обретает силу жить духовной жизнью Быть действительно Детем Божьим И даже если человек согрешает в своей жизни То и молитва Учинаша, она это подразумевает Что человек может согрешить Поэтому там есть эти слова Прости нам долги наши Но в то же время человек учится сам прощать других И поэтому сказано, как и мы прощаем должникам нашим И самое главное, человек учится побеждать В этих духовных испытаниях Как сказано, не введи на свое искушение Но избавь нас от лукава Человек учится постоянно находиться В зависимости от Господа Понимать, что Бог нам нужен каждое мгновение жизни Только Он может защитить нас от лукавого Только Он может нас спасти От наших падений, от наших ошибок И ведь, по сути, христианство или ученичество Это процесс постоянного подчинения Своей воле, воле Отца Небесного И осознание своей постоянной зависимости от Господа Своей нужды в Нем Желание познавать больше Бога И исполнять Его волю Чтобы святилось и прославлялось Его имя Пусть Господь поможет нам, дорогие друзья Продолжать размышлять над молитвой ученаж Применять принципы этой молитвы Не просто повторять эту молитву бездумно А применять принципы этой молитвы В своей духовной молитвенной жизни И возрастать в меру полного возраста Христова Да благословит вас и ваших близких Господь Давайте помолимся Ему Отче наш, благодарим Тебя за то, что Ты любишь нас, как своих детей Ты усыновил, удочерил нас через Иисуса Христа и Духа Святого Благодарим, что сегодня мы живем в век свободы Когда можно свободно читать Священное Писание Получать эти ценные знания Применять их на практике Распространять эту истину среди окружающих людей Благослови, Боже, чтобы Твое Царство быстрее пришло Приготовь нас к второму пришествию Христа Мы просим, чтобы Дух Твой Святой всегда в нас пребывал Чтобы Он помог нам духовно возрастать В вере, в истине, в любви И мы просим, чтобы через нас евангельская истина Распространялась и передавалась другим людям А Тебе да будет вечная слава Отцу Сыну и Духу Святому. Аминь Будьте благословенны Я очень надеюсь, друзья, что вы останетесь нашими постоянными зрителями Потому что еще есть очень много ценной информации Которой хотелось бы поделиться с вами Будьте счастливы, всего доброго, до новых встреч!